Встреча в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря. Об этом заявил вчера представитель Елисейского дворца. Таким образом, главная интрига, касающаяся украинского кризиса, состоится ли встреча на высшем уровне до конца года или нет, разрешена. Встреча состоится. Другое дело, чего от нее ждать. Киев с большим трудом выполнил те условия, которые были поставлены Москвой для проведения такой встречи. И хотя формальные препятствия теперь для нее сняты, вполне очевидно, что в Киеве совершенно не хотят выполнять Минские соглашения в том виде, как они написаны. Так что любой оптимизм по поводу возможных результатов встречи был бы преждевременным. Тем более, что на Украине продолжается уже ставшей нормой для нее политический цирк. И по-прежнему неясно, в какой степени вообще можно полагаться на Владимира Зеленского. Почему, объяснит Артем Широков. Огромный мертвый хряк в гробу перед Верховной Радой символизирует скорый кирдык, как сказал бы герой фильма «Брат», всему украинскому сельскому хозяйству. Вот так наглядно решили выразить свой протест противники принятия нового закона о распродаже земли на Украине. Страсти кипели и внутри парламента. Сначала в зал заседаний пожаловал Джокер. Этот депутат Кива в знак протеста решил запугать коллег, нацепив резиновую маску киношного злодея. А можно снять маску? Мы не боимся резиновых масок. Обсуждение скандального закона о распродаже земли больше напоминало балаган. Корни всех бед по традиции искали в проклятом советском прошлом. Депутат Патураев буквально бился в истерике. Украина остаточно поховае комунізм. Мы нарешті взведемо рахунки с этим маньяком Леніним и с людожером Сталіним, которые сделали все, чтобы избавить украинский народ головного богатства земли. Мы повернемо украинцям землю раз и назавжди. Вот только казус в том, что утвержденный в первом чтении закон, наоборот, может лишить украинцев контроля над своей землей. В брошюрах с аргументами за свободный рынок земли, которые раздавали в Верховной Раде, весьма показателен 14-й пункт о необходимости продажи украинских черноземов иностранцам. Пять лет Украина сдерживает военную агрессию России. Западные партнеры помогают и поддерживают нас. Но защищать Украину они начнут только тогда, когда здесь будет их капитал и их активы. И хотя Зеленский оправдывается, что ко второму чтению в закон внесут поправки, а иностранцам нельзя будет покупать украинскую землю, верится в это с трудом. Думаю, что Зеленский не очень хорошо понимает вообще подноготную всего этого процесса. Они прямо говорят, что вот если мы передадим землю под контроль западных компаний, то тогда они просто вынуждены будут использовать свою военную силу, ну читай нам-то, для того, чтобы гарантировать нам территориальную целостность. А то, что эта территория будет под контролем, под внешним контролем, это их мало волнует. Причем они настолько идиоты, что они позволяют себе напрямую об этом написать в рекомендации, в аргументах, зачем нужно голосовать. А ведь земля – это единственный стратегический актив, который остался в распоряжении Украины. Забавно, что киевский политолог Михаил Погребинский, который призывал Владимира Путина, чтобы федеральные СМИ не гнобили украинских экспертов, сам же своих коллег называет дебилами и дураками. Ну что сделаешь, расист в чистом виде, сторонник идеи российского фашизма. Он на Украине с говорящей фамилией Погребинский. Значит, того, что будет раздел с земли, да, возможно, будут какие-то терки, даже конфликты. Но вы посмотрите на Россию, на Россию уже давно земля не принадлежит коренному народу. Она давно уже все продана. Байкал там уже полностью китайский. Да вот взять хотя бы мою родную Самарскую область. Земля в Самарской области уже давно принадлежит каким-то армянским или азербайджанским барыгам. Ну так же нельзя, поэтому я вмешался в постскриптум с Алексеем Пушковым. И вот постскриптум, по-русски послесловие, на сегодня. Начнем без дайджеста, ну чтобы у нас эфир, так сказать, не растекся. Начнем мы вот с чего. Стрельба в колледже Болговещенска. Три человека погибли, пятеро пострадали, трое пострадали. Прошу прощения. Напавший студент покончил с собой. Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла стрельба. Трое пострадали. Из них два подростка и один взрослый. Их доставили в больницу. Их доставили в больницу. И там врачи не смогли спасти одного из раненых. Тем самым добив его, кого не сообщается. Так что можно константировать провал в области здравоохранения губернатора Амурской области и мэра Благовещенска. Но не об этом сейчас. Очевидцы рассказали, что в здании колледжа открыл стрельбу 19-летний студент, который опоздал на занятия. И его выставили, выгнали из аудитории. А после чего парень вернулся в учебное заведение с ружьем. И начал всех стрелять. Это за слов корреспондента комсомольской. Правда? Саши Пятницкой. Вот так вот, конечно, студент тянется за знаниями, а его нагло выгоняют из колледжа за малейшее опоздание. Студентов надо удовлетворять, я считаю, в жажде знаний, даже если они опоздали. А не выкидывать их из класса при малейшем нарушении. Но нет. Сидит этот учительский быдлохамьё, наглое, в строительном колледже Благовещенска. И всех опоздавших, но всё-таки пришедших на пары студентов, выгоняет. Позволяя студентам только за взятки закрывать сессии. Вот у парня и накипело. Как мы знаем, самых лучших преподавателей сейчас выгоняют из колледжа и институтов. За их политические взгляды. И остаются преподавать в этих ПТУ и высших школах только быдлохамьё, которое поддерживает власть. И власть их держит в страхе за свою жизнь. Я знаю, о чём говорю. У меня мать учительница. И она также с опаской заходит в интернет, лишь бы про неё что-то не было написано. И вот это самый результат. Она даёт то, что 19-летний студент берёт ружьё и идёт, так сказать, на дело. Потому что он ещё не отвык от щадящего школьного расписания. Напомню, что студенту было 19 лет как раз. Которая, да, не без проблем, но это детский лепет по сравнению с учёбой даже в строительно-жКХ-шном колледже Благовещенска. Где тебе все грубят, а ты считаешь, что уже вырос. Первым на место в ЧП прибыли сотрудники ДПС, к которым подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже. Сотрудники ДПС надоело сидеть в кустах, так сказать, и ждать в засаде нарушителей. Они решили устроить стрельбу, мокруху, перестрелку, прям в колледже, дабы молодое поколение боялось людей в фуражках. И не только, и в том числе сотрудников ДПС. Так вот, ДПСники ворвались с оружием в руках в строительный колледж, невзирая на то, что при введении огня могли приставать другие люди. И что они, ну как бы, непрофессиональный спецназ. Мать их. И давай стрелять в 19-летнего вооруженного паренька, а то давай стрелять в ответ. ДПСники оказались все-таки точнее в стрельбе, чем 19-летний Даниил Засорин, которого они ранили. Но, однако, Засорин успел сбежать через окно из колледжа и в дворе на детской площадке покончил с собой. Так и не справившись с тем, что он все-таки больше не школьник. Это лично моя версия. Даниил Засорин стрелял из ружья ИС-81, который приобрел в августе. Он расстреливал людей под песней группы Герваты, которые теперь в связи с ЧП в Благовещенске наверняка запретят наши депутаты слушать подросткам. В этой новости самое интересное, самое важное, то, что он спокойно с ружьем, с ружьем еще раз прошел мимо поста охраны. Так что сколько бы денег не выделялось на охрану в школах, ПТУ и институтах, ваши дети всегда будут в полной, тотальной опасности. Вопреки пропаганде находиться в школах, в ПТУ, ну и в университетах. А лишние меры безопасности только усложняют жизнь добропорядочным студентам. Но их вовсе от террора, от стрельбы, от других преступлений не защитят. Браво Росгвардия! Сначала они дали в руки лицензию на ружье, не тому пареньку, мягко говоря. А потом профукали его, когда он принес ружье в колледж. Я напоминаю, что сейчас охраной образовательных учреждений у нас занимаются не частные конторы, которые дорожат своей репутацией, которых можно уволить. А Росгвардия, госучреждения. Вот и результат. Трое человек пораненных и один скончался. Все, что могут Росгвардии, это махать дубинками студентов на митинги. А потом, когда студенты вооружаются, как 19-летний Даниил Засорин, тут Росгвардии абсолютно бессильно. А вот сотрудники ДПС молодцы, да уж. Бессильно Росгвардия и МВД перед тем, что до инцидента возлюбленную Даниила Засорина прям в колледже строительства и ЖКХ Благовещенский изнасиловали на глазах одноклассников. И ничто не было ни уголовного дела, ни хоть какого-то разбирательства со стороны директора данного заведения. Я еще посмотрел там, как бы, контингент этого заведения. Ну, вы знаете, гопник на гопнике. Там учатся, по сути, одни гопники в этом строительном колледже Благовещенска. Ну, и вот они изнасиловали девушку Даниила Засорина, а тут пошел мстить. Вот он на экране. Вот он на экране. Взгляд коварный. А вот ружье, которое прав около Росгвардии. Я поздравляю педагогический состав данного учебного заведения, а это еще раз Благовещенский колледж строительства и ЖКХ, с тем, что они вырастили, они приняли в свое учебное заведение настоящего чудовища, которое отомстило за изнасилование своей девушки, но не смогло справиться с самим собой. Вот такая вот новость. Не ходите и будущим, значит, выпускникам школ ни в коем случае не подавайте документы в этот самый строительный колледж. Вас, да и вашу девушку там изнасилуют, скорее всего, и ничего за это вашим обидчикам не будет. В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС. Батько! Тем самым, сохранив свой суверенитет и подлинную независимость от России. И сразу же в нашей прессе заявили о том, что Лукашенко подставил Путина. В этом вопросе да, нет. Просто Лукашенко, в отличие от украинских политиков образца 2013 года, реально печется о подлинной независимости своей страны. Белоруссия утверждает, что Россия предлагала Минску разместить базу российских ВВС в ответ на помощь в приобретении СУ-30. Но Москва в этом вопросе решил... Но Минск в этом вопросе решил опираться на собственные возможности. Беларусь попыталась договориться с Россией о как бы льготной поставке истребителей СУ-30СМ в белорусские ВВС. Однако взамен получила предложение от России разместить на территории Белоруссии свою военную базу. Но это не отвечает интересам самой Белоруссии. Ведь если Россия разместит свои самолеты, свои вертолеты на территории Белоруссии, а в это время в Белоруссии не будет своих же собственных самолетов и вертолетов, то это все может закончиться насильственным присоединением Белоруссии в состав Российской Федерации после 2023 года, то есть в 2024 году. Когда России надо будет что-то делать с выборами президента и поднятием его нынешнего рейтинга. Лукашенко заявил, что размещение военной базы на территории Белоруссии не нужно Минску. Он хорошо проанализировал события 2014 года, когда в Украине была база российских вооруженных сил, как мы помним в Крыму. В итоге дело закончилось тем, что Россия оттяпала чисто вооруженным путем по территории Украины. И ясное дело, что такой сценарий Минску, да и всей Белоруссии нахрен не нужен. Тем более постоянно идут утечки от администрации президента России о том, что Кремль хочет вхождение Белоруссии в состав России. То есть хочет аннексировать Белоруссии в состав России. Или грубо говоря, чтобы союзным государством Белоруссии и России правил вовсе не Батька, не Лукашенко, а Путин. И только Путин. Ведь главой союзного государства можно избираться в перспективе на неограниченный срок. С неограниченными возможностями и ресурсами. И даже российский авторитаризм Путина меркнет на фоне маятящей перед ним должности председателя Союза Белоруссии и России. Путин прекрасно знает, что сейчас белорусские ВВС в не лучшей форме пребывают, так скажем. И предлагает Батьке помощь в виде своих самолетов и вертолетов. Дескать, ну, дай только разрешение на базу. И эти самые вертолеты и самолеты твои. Но где гарантия, что на российской базе ВВС, скажем, под Бальбруйском, не разместятся еще и российский спецназ, российские танки, российская артиллерия и российские десантники. Такой гарантии нет. И даже если Россия даст эту гарантию, она в любой момент может ее нарушить. Запросто. Это доказали события на Украине. И Россия сможет превратить Белоруссию в свой родной Мухосранск из-за Жопинск, где высокие цены и низкие зарплаты. А вот я вас удивлю, а в Белоруссии наоборот. Там я узнал лимонад. Ну, просто обычный, самый обычный лимонад. Стоит, внимание, 2 литра. 1 рубль. То есть, 1 белорусский рубль стоит 2 литра лимонада. И вы сравните это с ценами в наших магазинах. Ну, не нравится вам лимонад хорошо? Хлеб. Он стоит, ну, буквально сущие копейки в Белоруссии по сравнению с Россией. И, конечно, Путин зарится на Белоруссию. На Белоруссию. Он видит, что Лукашенко создал в Белоруссии успешное государство, в первую очередь, не для него самого, а для людей. И хочет это государство разрушить, таким образом решив свои проблемы. А хочет на место той Белоруссии, которую создал Лукашенко, ну, устроить Россию с высокими налогами, с бюрократией, с властью олигархов, с отжимом собственности и т.д. и т.п. И вот я надеюсь, что белорусской власти, любой Лукашенко, не Лукашенко, кто там еще придет, этого будет не нужно. Я надеюсь, что преемник Лукашенко, а когда-нибудь такой появится, сохранит и приумножит все то, что добился Александр Григорьевич в своей стране без российских баз. Вот что, действительно, Беларусь единственное государство на постсоветском пространстве, где простому населению очень легко жить. Да, там политические запреты, арест на митингах и даже есть смертная казнь в Беларуси. Но, никто не придет и не заберет ни твою квартиру, ни твою собственность. В отличие от России. Ну, и Лукашенко также еще проанализировал события в Турции, да, где США на базе, на своей базе Инджерлиг в Турции готовили госпереворот для свержения президента Турции и Эрдогана. Лукашенко нахрен не нужна российская база, где потенциально Россия может готовить оппозиционеров к свержению Лукашенко. Поэтому он после событий 2014 года в Крыму нагло в хамской форме но заявил, что все российские военные самолеты должны покинуть территорию Белоруссии. И покинули они территорию Белоруссии. И никаких уступок по отношению России не будет в вопросе размещения своих баз на территории Белоруссии. Лукашенко нахрен не нужна аннексия его территории со стороны России. И вот российской базы там не будет пока сами белорусские вооруженные силы не подтянутся до уровня российских вооруженных сил чтобы если что случись война с Россией Белоруссией Белоруссия воевала бы наравне с Россией. И ни о каком присоединении Белоруссии в состав России вооруженным путем даже теоретически не шла бы речь. И в этом плане батюшка Александр Григорьевич преподает урок всем политикам если у тебя есть плохие ВВС а ты в свою страну запускаешь чужие ВВС другого государства которые могут в любой момент пойти ну взлететь против тебя так сказать и которые уже так делали в соседней стране то нахрен эти ВВС другой страны нужны на твоей территории. Путин хотел вовсе не базу воздушных войск разместить на территории Белоруссии а плацдарм для аннексии этой территории этих шести областей но не тут то было и Лукашенко вновь переиграл Путина а вовсе его не подставил как пишут российские СМИ Александр Григорьевич держись Украина с тобой вместе отстаем свою независимость от московского оккупанта Путин Ковалин но вместе Украина Беларусь его победят надеюсь по крайней мере на это ты не живешь в России если тебе каждый день не приходит не приходится оплакивать кого-то из близких родных ну или просто знакомых так сегодня стало известно что видный оппозиционер Никита Исаев скончался в поезде тамбов Москва из-за остановки сердца Никита Исаев как настоящий оппозиционер хотел только благо для России он жил стремительно ярко и не терпел никаких промедлений Исаев это пример человека который жил точнее был женат на своей работе круглые сутки он как и я эмоционально в нее погружался он не лгал он верил во что говорил работая в ускоренном темпе на благо России он направлялся в прошлое воскресенье в Москву с чувством выполненного долга прочтя в тамбовском институте лекцию студентам о том как с властью надо бороться за свои права он знал что в Москве есть тех кто будет плечом к плечу с ним бороться против путинского кровавого чекистского режима и поскорее спешил своим соратникам навстречу и вот такая судьба судьба маленького человека в этом кровавом мордоре под названием Российская Федерация быть убитым в поезде чекистскими мразями слубянкой в угоду действующему режиму Никита Исаев был неравнодушный к тому писецу который у нас творится в стране за что и был убит вот только не надо ляля тополя что это случайная естественная смерть и с каждым может случиться уже известно что перед тем как Никита Исаев в этот поезд Тамбов Москва который его в буквальном смысле отвез в последний путь было из этого поезда было изъято неустановленными лицами средства первой медицинской помощи в их числе и дифибриатом в общем электрическая штуковина которая позволяет запустить сердце в случае его остановки и это конечно делалось не просто так мы понимаем как чекистские мрази слубянки мы помним как чекистские мрази слубянки устроили отравили ну и устранили политковскую сначала отравив ее в самолете а потом прикончив ее в подъезде собственного дома теперь вот поезд и Никита Исаев точные репрессии расплата за профессионализм и смелость от Кремля прилетела Исаеву ФСБ конечно тут чистые исполнители приказов Путина очень жаль он был постоянным гостем телеэфиров пропагандистов и отстаивал светлые либеральные мысли так кстати так как мы типа на ТВЦ то значит посмотрите выпуски программы Романа Бабаяна Право Голоса с Никитой Исаевым они есть ну он Никита до самой роковой доски в злочастном поезде отстаивал свои взгляды на жизнь в этом поезде должна была ехать на тот свет с этой дура которая бесит всех хотя она лично меня она не бесит Скобеева с Поповым и другие шакалы Кремля но только не Никита и теперь вопрос времени кто будет следующий из неугодных Кремлю политиков которые доходясь в здоровом состоянии ведя здоровый образ жизни чисто случайно скончаются по дороге из пункта А в пункт Б все о том о чем говорил Никита Исаев были все-таки не пустые слова раз уж так и раз уж его ликвидировали а в особенности о том что в Украине зарабатывают а у нас выживают Никита не выжил печально и грустно ясно как божий день его отравили спецслужбы России которые призваны нас защищать но нас же и убивают Никита Исаев был не только видным оппозиционером но и возглавлял институт актуальной экономической политики который после введения санкций давал неутешительный но правдивый прогноз рублю и в целом российской экономике и вот убрав его Путин и убил экономику России окончательно добив ее смертью экономиста Никиты Исаева мои соболезнования в таких случаях стандартные родным и близким просто знакомым Никита Олеговича последний митинг в котором принимал участие Никита Исаев носил символическое название дайте детям дышать и был посвящен экологии но на это нет на это ответили в Кремле грохнув Исаева не дадим нашим детям дышать помолчи пару секунд в память о Исаеве но у нас время не терпит поэтому продолжаем французские СМИ отметили достижение России в отказе от доллара как пишут французские издания Лес Экос Москва избавилась от использования доллара и делают выбор в пользу евро и юаней но кстати не в пользу рубля что уже говорит о многом однако действительно можно согласиться с Лес Экосом в том что Россия отказывается от доллара но связано это не с достижением России а с тем что Россия разругалась США в пух и прах после событий 2014 года и как бы неразумно было держать свои финансы в валюте врага и неразумно держать в этой связи свои финансы в валюте врага и поэтому многочисленные российские эксперты поспешили похоронить доллар внутри России и за ее пределами они заявили о том что с 2020 года изменится валютная структура фонда национального благосостояния и доллара и доля доллара в ней понизится об этом говорил зам заместитель наебульной как ее прозвали в народе Владимир Кулычев президент ВТБ Костин вторил французским СМИ что в России есть все предпосылки для экономического роста и для отказа от доллара сам глава МИДа России Сергей Лавров заявил что доллар это ненадежная валюта и Россия готова от него отказаться что Россия будет с другими странами расплачиваться в национальных валютах но это конечно всего ложь и спекуляция на тему успехов в российской экономике нет как нет и достижений вопреки французским СМИ производства своего нету совсем доллар стоит сейчас 1 доллар 65 рублей а евро 70 при таком раскладе ни одна страна с нами не будет торговать в рублях в себе убыток зато при отказе от доллара сугубо по политическим а не по экономическим причинам в России может произойти обратный эффект нет я не про то что доллары будут скупать пачками пока их окончательно не запретят хотя и это тоже а про то что например юань на Дальнем Востоке и гривна в южных областях России будет гораздо более в цене чем сейчас и чем даже рубль и в этой связи отказ от доллара это не достижение а очередной провал русской экономики где же тут достижения о которых пишут французские СМИ нема у меня вот в Самарской области рынки например закрывают которые обеспечивали зарплатой работой многих самарцев но власть приняла решение их закрыть где же тут успехи экономические нет рынки которые пережили даже дефолт и в целом девяностые сейчас закрывают людей увольняют и все это делается лишь бы народ ходил в эти пятерочки и магниты и все а кроме пятерочек и магнитов больше не должно ничего остаться где здесь экономический успех нет и все это только благодаря словам ответственных лиц об отказе от доллара а когда дело дойдет до дела закроется вообще все и рубль станет истинно деревянным в конец юан ему вырал гроб на колесах в реальности от которой оторваны французские СМИ только за 2018 год рубль упал на 17% а доллар наоборот вырос на 7 в результате достижений как это описывают французские СМИ правительства России Россия из-за отказа от доллара лишилась ну может лишиться по разным оценкам 8 миллиардов доходов да панковский сектор в России сейчас даже после всех событий всех санкций составляет 50% держит точнее 50% своих резервов в долларе и отказываться не собирается тем самым укрепляя доллар в России такие вот в кавычках достижения российской экономики раз уж об этом написала весьма скромная и захудалая французская газетенка а не все французские СМИ как это пишут у нас в российских СМИ и в частности в российской газете которая вечером будет в куплете 37 минут ага понятно китайские СМИ рассказали о четырех самых слабых странах России правильно системный анализ китайских НИИ и СПИ о проблемах России долетцо и это все делается не чтобы помочь России справиться с этими проблемами а чтобы в час Ч в день Д ударить по ним со всекитайским звездным флотом и тогда Россия без сбоя станет провинцией КНР какой-нибудь Лаунзы на территории КНР еще умолять будет о вхождении в КНР в КНР на Калиниях почему потому что экономика Китая уже сейчас находится в 25 веке а Россия ментально осталась в мышлении 19 века итак такие же четыре главные проблемы по версии китайцев у России что не дают жить спокойно простым россиянам первая проблема это население площадь страны 17 миллионов квадратных метров а население 140 миллионов человек это есть пример это примерно один человек на миллионы квадратных метров земли такая вот плотность хотя москвичам питерцам и даже мне сама этого не понять а вот если выехать за Урал или просто за город то действительно одни равнины холмы и горы и никого на десятки тысяч километров китайцы пишут это является следствием второй мировой войны великоотечественной и ужасающими потерями населения России в годы той войны и также хреновый со стороны государства демографической политикой так что все те кто сейчас хвалит Сталина должны задуматься о том что значит фраза бабы еще нарожают нет не нарожают не народили только из-за 1937 года из-за великодечной войны погибло по разным оценкам более миллиона советских граждан но и в современной России жизнь не лучше и фраза Ольги Гладских государства России вас не просила рожать а теперь вы все государства должны раз родили сказанное ей на молодежи на молодежном форме вспоминается сразу же вторая причина бед России это сложность управления такой страной и вовсе не потому что Россия занимает первое место по территории а потому что из 140 миллионов человек этнических русских по сути не так много в основном в России сейчас больше кавказцев армянин течен азербайджанцев выходцев из Средней Азии да и вообще чисто русские села и области где коренное население это славяне по национальности пребывают в очень запущенном если не разваленном состоянии они попросту вымирают как в материальном так и в духовном смысле это разваливающиеся ветхие дома и крайне зажиточные священнослужители РПЦ если мы уж о развале в духовном понимании этого смысла муфти на фоне попов из РПЦ ведут себя крайне скромно но более эффективно вербуя и вербуя местных доверчивых мусульман в ИГИЛ да и не только мусульман не все конечно но есть и такие случаи так что приходится учитывать что некоторые регионы России самой России как бы неподконтрольны ну или плохо управляемы после двух чеченских войн да и в целом в Дагестане в Ингушетии ситуация не лучше но Чечня имеет все таки отдельный голос в управлении России да именно так а не наоборот и эта Россия обходится крайне дорого уживаться с головорезами Кадырова платя им дань за то что они не устроили третью чеченскую войну но тут я понимаю наших властей дань все таки лучше чем третья чеченская война третья проблема России это экономика не бывает хорошей экономики в стране где развита только тяжелая промышленность ущерб другим отраслям и это пишут сами китайцы о нас вдумайтесь в стране где бесконечная коррупция и бюрократия тут мне возрасят что это есть в любой стране но только в России главный оппозиционер путинского режима Навальный сделал себе имя на борьбе с коррупцией и четвертое премьер России по версии все китайские так сказать СМИ и объединений тут что Россия постоянно живет угрозой войны с западом являясь при этом все таки западной страной но постоянно возражает этому самому западу в различных отраслях в политике в спорте в экономике не имея на то ресурсов кроме того Россия позволяет себе много лишнего в области международной политики пишут китайцы например оттяпать кусок чужой земли в 2014 году отправить отравить своего шпиона предателя Скрипаля на западе в 2018 году устроив там диверсию в результате чего Россия постоянно находится под экономическим политическим и военным прессом Вашингтона и Евросоюза вот собственно по сути и весь китайский беспристрастный неподкупный и что самое главное честный анализ российских бед и проблем и вот если бы наш Росстат Минэкономразвития также бы готовили доклады Путину то может быть Россия преодолела бы часть этих проблем впрочем тогда бы у Росстата нашлись бы новые руководители и Росстат был бы распущен ибо нефиг царю приносить плохие новости даже если это правда что у нас там со временем 45 минут 45 баба ягодка опять вот эта новость точно понравится Пушкому и СМ тура патриотам России кто критикует США считая считая американцев как их личными врагами из-за распада СССР ну или по крайней мере это декларируя в своих публикациях в своих программах в России сформирован первый за 19 лет экипаж союзов без американцев экипаж союза которые полетят в космос в будущем укомплектованы только представителями России однако Роскосмос до конца не решил будут или нет американцы на борту союзов в октябре 2020 года и весной 2021 года все дело в том что американцы отказались продлевать контракт с Роскосмосом после 2020 года в результате чего для них попросту нет мест на кораблях союз места на корабле распределяются года за 2 за 3 до полета американцы отказались продлевать контракт с Роскосмосом потому что американская страна страна да начинает полет коммерческих кораблей тех самых SpaceX с экипажом на борту примерно в те же сроки что и Россия планирует запуск очередных без конца еще советских времен модернизируемых союзов не делая принципиально нового корабля и предпочитая зарабатывать на транспортировке экипажей к МКС так арендуя космодром Казахстана ибо новый космодром Восточный накрылся медным тазом и об этом даже сам Путин признался на встрече с правительством нафиг не нужны наши американцам нафиг не нужны наши проржавевшие союзы они с европейцами будут летать на Спейс Иксах запомните это Илона Маска в то время как в России вместо космических кораблей будут строить Лады пятой модели которые будут ездить задом наперед и будут кричать как тебе такой Илон Маск в то время как Илон Маск с китайцами будут осваивать Луну вот какое будущее готовит для нас голова Роскосмоса Дмитрий Рогозин предпочитая осваивать деньги из бюджета а не строить новые корабли и прорывные технологии это доказывает и космополитолог а есть и такой Иван Моисеев он говорит в интерьере о новостях что американцы платят хорошие деньги которые даже при запуске одного человека одного астронавта на на Союзе делают бессмысленными полетами остальных членов экипажа по сути русских космонавтов и тем не менее даже несмотря на этот факт американцы отказываются все-таки от Союзов сейчас Дмитрий Рогозин и его Роскосмос умоляет буквально пишет любовные записочки на имя директора НАСА Джима Брэйнстарна о том что американ о том чтобы американцы не отказывались от наших союзов и полетов на них и таким образом Роскосмос не лишался бы части своих доходов на которые он еще существует денег из бюджета не хватает закрывается один завод за другим космической отрасли России но пока эту проблему с американцами решают решают естественно под ну пока эту проблему с американцами решают естественно под телекамерами Рогозин кричит о том что он обойдется без американцев это действительно так если под словами Роскосмос понимать подводный флот космических кораблей и России ее лунные программы о которых с твердостью о которых с гордостью заявлял Рогозин который не пускает американцев на союз за сейчас по сугубо политическим причинам вообще если бы не формула Путина если тебя критикуют запады либеральные СМИ то мы тебя оставим на посту в нормальном государстве Рогозина давно бы уволили за профнепрофессионализм и даже вредительство космической отрасли а так он не пустил американцев на корабли союз в 2020 и 2021 году то ему может все грешки все прегрешения и его и его заместителей Путин ему естественно простит потому что главное же американцев этих пиндосов не пускать на корабли на наши исконно русские патриотические корабли союз но не все так просто если их не пускать то Роскосмос загнется и поэтому Рогозин под телекамерой заявляет что не допустит американцев у союза а с самого до времени пишут записочки в нас он говорит ну давайте вы еще полетайте отложите эту программу SpaceX этих частных шаттлов на потом давайте все равно хотя бы 2025 года полетайте на союз и вот американцы сейчас решают летать на союзах или все таки не летать вот так вот у нас космос служит разменной монетой в политических корыстных целях одного бюрократа из правительства еще обратите внимание что Рогозина хвалит израильский шпион глава службы натив Яков Кедми это означает точно ничего хорошего для космоса и космической отрасли России не ожидаются в будущем если Рогозин продолжит его возглавлять вот так и вот Ферпеля Рогозина но пока они там переговариваются с американцами все таки официально американцы действительно не будут пока летать на кораблях союза а там вполне возможно и договорятся Ох последняя тема на сегодня Да Эстония напомнила о требованиях к России вернуть аннексированные территории Председатель парламента Эстонии Хен Плаус потребовал от России вернуть 5% земель Эстонии по Тартурскому мирному договору между РСФСР и Эстонией от 1920 года поэтому документу в современную как бы Эстонию входят части Псковской и Ленинградской области современной России ранее Сергей Беляев директор 2-го Евро Департамента МИДа России заявил что Татурский мирный договор не дает не действует и Эстония не предлагает к нему вернуться и уж конечно наш работник МИДа заявил что никакой аннексии со стороны России и Эстонии не было их в помине ну что ж видно придется напомнить господину Беляеву об уроках истории в нашей постраде в рубрике Пушкова по скрипту по страницам истории и так действительно 2 февраля 1920 года Россия тогда РСФСР заключили мирный договор с Эстонией по которому Москва отказывалась от всяких претензий на народ и территорию Эстонии но сразу после заключения советско-эстонского пакта о ненападении советская подлая классия на территории Эстонии организовала вооруженный мятеж 1 декабря 1924 года однако он с треском провалился мятеж был подавлен но все-таки советом удалось подкупить как бы расстрелить как бы не расстрелить а расстрелить эстонских политиков в их числе и президента Эстонии Константина Пьетасова такого этакого Януковича на тот момент который лоббировал интересы Советского Союза на территории Эстонии он получал зарплату в Советском МИДе 8 раз больше чем официальная зарплата президента Эстонии но СССР был еще крайне слаб для полной аннексии Эстонии и поэтому а также потому что СССР были другие гораздо более важные на тот момент проблемы связанные с Германией и с Финляндией Эстонии и Россия жила в мире до 15 сентября 1939 года когда в порт Таллина вошла польская подводная лодка Орел на что в Совке заметили что Эстония нарушила тот самый мирный договор от 1920 года и более не является нейтральной по отношению к СССР страной Несмотря на то Тебе подумал тогдашний министр иностранных дел Эстоний Кал Сильтер на встрече с Молотовым 24 сентября 1939 года Но Молотов продолжал нагнетать ситуацию и сообщил что Балт флоту СССР поставлена задача отыскать эту самую польскую подводную лодку которая мешает советскому судоходству и угрожает безопасности всей территории Советского Союза ни много ни мало из-за чего Эстония была полностью заблокирована русским Балт флотом и лишилась возможности выхода в открытое море тем самым тем временем на сухопутной границе с Эстонией миролюбивой в кавычках России была развената артиллерия 700 орудий 600 танков 600 самолетов и более 160 тысяч красноармейцев 29 сентября 1939 года Наркомобороны СССР Клим Ворошилов отдал приказ статировал нанести решительной и мощный удар по эстонским войскам но все тогда вновь обошлось миром на удивление подписали новый мирный договор по которому Эстония пускала на свою территорию воружу этих самых красноармейцев и устраивала там для них базы а в обмен СССР не лез во внутренние дела Эстонии но сразу после подписания этого договора что бы вы думали произошло правильно с этих баз которые теперь располагались на территории России миролюбивая и светло и светоносная Россия в кавычках вела в столицу Эстонии город Таллин свои войска 17 июня 1940 года обвиняя саму Эстонию в нарушении договора 1920 года 17 июня 1940 года в Таллин был высажен советский морской десант и 65 тысяч эстонцев отправились в ГУЛАГ на верную смерть в качестве военнопленных 5 июня 1940 года просоветский президент Эстонии Пятос объявил о очередных выборах где победили коммунисты не правда ли знакомая ситуация события 2014 года на фоне эстонских событий 1939 года просто меркнут а дальше при советском марионеточном правительстве господина Пятоса было принято решение о вхождении Эстонии в состав СССР затем были репрессии эстонского народа была отнята у Эстонии собственность и поэтому Эстония имеет не на 5 имеет право не на 5% территории России а на все 100 но в реальной политике право оно на то и право что оно по сути ничего не решает даже если оно международное право все решает сила и поэтому эстонцы с радостью принимают у себя расквартированных американских войск а не тех войск которые отняли у них территорию потом имущество а потом сослали в Сибирь эстонцев американцы не делают Эстонию своим 51 штатом в отличие от кровавого мордора под названием России вот такой вот сегодня украинско эстонский байкалофинский пост скриптум на сегодня надеюсь я уложился в час была такая поставлена передо мной задача вашингтонским обкомом да отлично все до свидания пока пока до свидания